всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра галкипер евгений фролов жестко раскритиковал путина перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска трус не играет в хоккей да и другие виды спорта его не особо манят трус спортивный руководитель распоряжается деньгами и боится этого права лишиться от страха он может наделать глупости и выставить себя на посмешище именно это и случилось вчера с администрацией самарского футбольного клуба крылья советов пообещавший наказать и оштрафовать галкипера евгения фролова за то что он в интервью критически отозвался о действиях высшей власти страны во время пандемии то что говорит президент по телевизору это все пустословия заявил евгений фролов реальных дел никаких нет все эти кредитные каникулы их нет президент сказал надо но его никто не слушает и таких моментов когда президент говорит одно а в жизни все по-другому их миллиард когда президент россии национальный лидер говорит сделать так то а по факту ничего не делают он либо не лидер либо его не уважают конституция рф гарантирует каждому гражданину свободу слова и мысли высказываясь на общественно значимые темы евгений фролов ничего не нарушил никаких законов он сделал ровно то на что имеет право каждый гражданин тем не менее руководство клуба поспешила отмежеваться от его высказываний спешно облобызать высшее руководство страны а также объявили что накажет фролова со всей строгостью соответствующее заявление было вывешено вчера на сайте клуба руководство и тренерский штаб крыльев не разделяет мнение евгения фролова последнее время власти в россии и регионе сделали очень многое для развития футбола в самарской области и в россии достаточно сказать о том что в самаре появился ультра современный стадион соответствующий всем международным стандартам все болельщики по достоинству оценили преимущество самара-арены появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона но и страны далее руководство и тренерский штаб крыльев дают прямые указания касательно мыслей которые должен думать не только спортсмен евгений фролов но и все мы граждане россии в нынешнее тяжелое время мы должны объединяться решать общую проблему и победить вирус именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков но и граждан россии ну а кто не станет думать как велит тренерский штаб тот будет примерно наказан дав интервью без предварительного согласования с клубом он нарушил условия контракта причинив ущерб интересам команды футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях руководство крыльев правда не уточняет в чем конкретно состоит ущерб который фролов причинил судя по отзывам в сети болельщики в восторге от его интервью посещаемость сайта крыльев и популярность команды в результате только повысилась если бы клуб сам себя содержал и его доходы зависели от популярности можно было бы сказать что фролов нанес не ущерб а наоборот повысил клубу прибыль но самоокупаемых клубов у нас в стране нет все клубы живут за счет спонсоров а многие игроки и тренеры к тому же числятся штатными сотрудниками гаструктур и получают там зарплаты здесь видимо и зарыт ущерб заставивший руководство самарских крыльев в спешном порядке дистанцироваться от спортсмена и лестью нейтрализовать его критические замечания их ведь уволят из-за него не дай бог снизит финансирование спонсорам запретят давать денег нашлют ревизоров проведут аудит да мало ли какие рычаги есть у властей чтоб отомстить и все у них полетит к чертям работа деньги командировки благосостояние ужас ужас даже думать про это не хочется страшно аж жуть бедные спортивные руководители они не могут сами бегать по полю отражать атаки забивать голы и полностью зависит от молодых пацанов уверенных в себе и своих силах а пацаны эти совершенно не думают о спортивных руководителях ляпнет один такой фролов про путина что его указания не выполняются и все крышка празднику конечно спортивные чиновники готовы на что угодно в такой ситуации даже на антиконституционные высказывания и неправовые действия лишь бы себя обелить и выйти сухими из воды но сухими они все равно не выглядят скорее смешными и жалкими на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи а